Привет, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Владимир Путин оказался недоволен ответами Вашингтона на его ультиматумы. Об этом глава российской автократии объявил публично, сделав это впервые с момента выдвижения своих безумных требований к США и НАТО в начале декабря. Он имел нахайство заявить, что штаты-видители проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности. По словам главы Кремля, оказывается, в ответе Запада, цитирую, не было адекватного учета трех ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года. НАТО ссылается на право страны в свободный выбор, но нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других, сказал российский деспот, почему-то забыв о том, что если кто и укрепляется у безопасности за счет других, то это не НАТО, а именно российский автократ, чья армия захватила часть Грузии и Украины с одной главной целью, чтобы свободолюбивые украинцы и грузины не заразили российское общество бациллодемократией. Более того, если уж он и требует от войск Североатлантического альянса вернуться к берегам 1997 года, то почему бы ему не вспомнить, где были российские войска в том году, поскольку у Путина назревает старческая деменция, давайте напомним старику о том, что 25 лет назад в Крыму, Южной Осетии и Абхазии не было российских оккупантов. Казалось бы, даже если руководствоваться предложенной Кремлем логикой, больной, абсурдной и невыполнимой, то следовало бы задаться вопросом, не хотят ли они, русские, вернуться к берегам 1997 года, убравшись к дьяволу суверенных грузинских и украинских земель. Однако такие вопросы не только не появляются в съезжающей на бок голове Путина, но и напротив, он на полном серьезе продолжает грозить НАТО войной, в случае, если Украина вступит в альянс. Цитирую. Теперь говорят в НАТО, следующий шаг это Украина. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим себе, что Украина это член НАТО с оружием и современными ударными системами и начинает операцию в Крыму. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет, сокрушается глава режима и нахально повторил ложь о том, что Крым это якобы суверенная территория России, а Украину он назвал инструментом по сдерживанию России. Вот только, к сожалению для Путина, весь остальной мир считает Крым украинской, а не российской территорией. Но проблема для Кремля, как выясняется, теперь не только в этом. Большое событие заключается в том, что США сейчас вообще не станут разговаривать о главных темах с Москвой до того момента, пока ее военнослужащие топчут иностранные земли. Этот грандиозный сдвиг в позиции Вашингтона следует из главного пункта, изложенного в официальном письменном ответе США Владимиру Путину, который раздинул рот на Ялту-2. Сегодня испанские СМИ опубликовали вот тот самый текст ответа Соединенных Штатов, из которого следует, что Белый дом четко заявил вот в этом документе. Диалога с Россией о контроле над вооружениями не будет до тех пор, пока российские войска не будут выведены из украинского Крыма, грузинских территорий под названием Южная Осетия и Абхазия, а также, внимание, из Молдавского Приднестровья, где зеленые человеческие Кремля сидят еще со времен президента Бориса Ельцина. Так что же это означает? Очень простой и крайне неприятный для Кремля вывод. Даже тот единственный реальный пункт, о котором американская сторона могла бы разговаривать с российской бандой, поставлен в зависимости от того, прекратит ли эта банда свое существование. Именно так, и не меньше. Ведь понятно, что возврат Крымских, Юго-Осетинских, Абхазских и Приднестровских районов под реальный контроль Киева, Тбилиси и Кишинева означает немедленный крах самого путинского режима и трансформацию России в цивилизованное правовое государство. Иными словами, в обмен на введение переговоров о том самом ракетном договоре, который, кстати, Москва же и разрушила, людоеду предложено стать вегетарианцем. Разумеется, такой метаморфозы от кремлевского вурдалака ждать не приходится. А потому и не будет никакого возвращения и к ракетному договору, из которого США вышли в 2019 году в ответ на нарушение этого документа Кремлем, который создал и испытал ракету наземного базирования с дальностью свыше 500 километров, как установила тогда американская разведка времен легендарного Джеймса Мэттиса. Из этого следует другой, очень простой вывод. Американцы продолжат реализовывать проект, связанный с выходом из договора о ракетах. А именно, они продолжат разрабатывать собственные ракеты наземного базирования, причем не только обычные наземные модификации морского томагавка, которые уже фактически готовы, но и первые в мире гиперзвуковые ракеты наземного базирования под рабочим названием Dark Eagle. Тот самый темный орел, о котором мы рассказывали не так давно, как о прорывном орудии. Потенциальным местом его развертывания станет Германия, откуда темные орлы будут способны долетать до Москвы за несколько минут со скоростью выше 5 махов в секунду. В этом свете недавнее заявление Сергея Лаврова выглядит непрофессионально и даже жалко. Напомню, сразу после получения Кремлем ответа от Соединенных Штатов, который на тот момент еще не был обнародован, глава МИД России, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, промямлил о том, что якобы ну вот хоть какой-то наконец от США конструктив, прежде всего по вопросу о неразмещении ракет. Теперь, однако, становится ясно, что российский министр слукавил, ведь он не мог не понимать, что условием разговоров о таком пункте, как договор о ракетах, не может быть и речи без деоккупации Украины, Грузии и Молдовы. В свою очередь западные союзники поступили хитро. Они специально не стали публиковать свой документ, дав кремлевским старцам завраться, а потом продемонстрировали эту бумагу, которую фиксирует унизительный цукцванг для Кремля. Есть здесь и другой момент. США в своем ответе, по сути, заявили Путину. Если уж он так обеспокоен своей безопасностью, то должен был бы стремиться к тому, чтобы убедить американцев не размещать ракеты близ его границ. Однако Путина, как известно, беспокоят вовсе не американские ракеты, а экономически развитая и евроинтегрированная Украина, построившая реально работающие демократические институции. Вот где кроется реальный страх Путина, потому что тогда придется объяснять своему российскому народу, как так вышло, что сбросившая диктатуру Януковича Украина вырвалась к уровню развитых европейских стран, а благословенная путинская стабильность привела страну к невиданной разрухе с 30-процентной инфляцией, коррумпированными судами, садистами-росгвардейцами и миллионам смертей в год. Но теперь, как видим, и эта карта Кремля бита. После начала западного ленд-лиза для Киева украинцы получили гарантии того, что Москва забудет о масштабном военном вторжении в Украину, а без этого российская автократия не сможет экзистенциально угрожать украинцам и останавливать их движение в цивилизованный мир. Очередной иллюстрацией к этому стал, опять же, уже пятый за пару недель транш военной помощи из США. В Борисполь привезли 84 тонны боеприпасов разного калибра от Пентагона. Украинская администрация, получившая возможность разговаривать с Москвой с позиции силы, заявила фактически о том, что не будет выполнять ключевой пункт минских договоренностей, хотя сделано это было и неявно. Только что глава МИД страны Дмитрий Кулеба сказал в интервью польской газете, что по существу Киев не будет выполнять минские договоренности так, как этого хочет Москва. Цитирую его. Ни один регион Украины не будет иметь право вета на общегосударственные решения. Это высечено на камне. Никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вета не будет для Донбасса. Подчеркнул министр. Он, конечно, дипломатично сослался на то, что Киев продолжит проводить реформу по децентрализации и готов работать над реализацией минских соглашений. Однако, как мы понимаем, Кремль-то интересует только одно. Тот самый статус Донбасса и то самое вета этого Донбасса на решение Киева. Вот только как теперь Москва будет давить на украинскую сторону, учитывая, что любая попытка даже локальной эскалации на том же Донбассе это летящие в сторону российских боевиков ракеты «Джевелин», «Энло» и бомбы с «Байрактаром». Тем временем Байден, не дожидаясь реакции путинской администрации на американский ответ, официально объявляет сегодня о переброске войск в восточноевропейский регион из-за скопившейся возле Украины российской армии. Две тысячи американских военных перебрасываются из США в Польшу и Германию, а еще около тысячи военных из Германии в Румынию. На фоне этого шага глава Пентагона Ллойд Остин, уступая перед журналистами, заявил, что не Путину решать, какие страны войдут в НАТО. Все это происходит на фоне невиданного укрепления сил Североатлантического альянса в целом в Восточной Европе, куда перебрасываются сейчас войска, корабли и самолеты, включая F-35. Конечно, в Москве еще могут надеяться на переговоры с США по другим, совершенно уже незначительным пунктам, которые изложены в ответе Вашингтон. Но дело в том, что все эти моменты будут либо выгодны исключительно Америке, либо по существу бессмысленны, и они выполняют роль кости, которая брошена злобному псу по имени Путин. США предлагают, например, воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Но разве они планировали его там размещать? Не говоря уже о том, что и без этого у них есть как тактические, малые ядерные боезаряды на подлодках, так и высокоточные модификации ядерных бомб, которые будут установлены на F-35. США готовы рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе. Но ведь не США, а именно российский режим все эти годы провоцировал вот эти самые инциденты, пытаясь троллить своим ржавым железом машинам Пентагона. Да только сил у России уже никаких не хватило, когда эти машины начали круглосуточно дежурить у Черного моря и над Украиной. США совместно с румынскими властями, да, готовы дать доступ российским инспекциям к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских объектов. Но ведь и здесь кроется хитрость. Именно Россия, как известно, имеет на вооружении ракеты нарушительные. Так что Пентагону жизненно важно увидеть вблизи эти системы. США готовы включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружением. Но и тут американский интерес куда выше, чем российский. Ведь именно у Америки есть все основания полагать, что российский режим тайно пытается нарушить ядерный паритет из-за того, что не может обогнать Америку в конвенциональном плане. Наконец, есть чисто декоративные пункты. Продолжить работу в рамках Совета Россия-НАТО и, опять же, продолжить обсуждение вопросов безопасности. Такое впечатление, что они включены в текст только с одной целью, чтобы заполнить пустое место на бумаге, которое без этого выглядело бы уже совершенно издевательски сиротливо. Однако окончательный нож в спину Путину вонзает ключевой абзац в американском послании. Цитирую. Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по разоружению может быть достигнут только в условиях деэскалации, угрожающих действия России в отношении Украины. Это означает только одно. От командированных к украинским границам 100 тысяч российских солдат и 5 тысяч единиц техники придется возвращать на базы. А это равносилен для Путина потери лица, поражению и утрате уважения как среди своих же членов банды, так и среди тех автократов, которые внимательно сейчас наблюдают за тем, как Путин крутится ужом на разогретой американцами сковороде. Более того, Вашингтон предупредил Кремль о том, что дальнейшее наращивание России, своих военных сил и тем более агрессия против Украины приведет к аналогичным шагам со стороны США и их союзников в отношении России. Завершая свой ответ, авторы подчеркнули, цитирую, именно Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества двух стран и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности. Путин, однако, до сих пор так и не определился с тем, как реагировать на ответ американцев, которые на самом деле они дали отнюдь не сегодня, не вчера, а еще в начале января, когда отправили первую партию дополнительных ракет «Джевелин» в Украину. Ясно то, что как бы не повел теперь себя Путин, любое его решение окажется поражением. Либо отвод войск, либо безрассудная атака с гигантскими экономическими и человеческими потерями для Кремля. Есть расхожее мнение, что Путин загнан в угол, бросится как-то крыса. Пока, однако, слышны лишь жалобные попискивания из темного бункера. Вот только настоящую крысу было бы жалко. Путина? Нет. Спасибо, друзья. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. При желании поддержите нас через Patreon и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok